Жизнь по QR-правилам начнется с 30 октября. Штрих-код попросит показать на входе в кафе или ресторан. Это в случае, если вы не заказываете доставку на дом или не решили воспользоваться услугой на вынос. Код попросит и на входе в торговые центры, розничные магазины, площадью от 150 квадратных метров. Детей без сопровождения взрослых в ТЦ не пустят. Под запретом массовые мероприятия, в торговых центрах не будут работать развлекательные комплексы. Также под запретом ярмарки. Исключение сделали только для розничной продажи на открытых площадках. Большинство к ограничениям отнеслось с пониманием. Вот давно скорую вызывали. Вот они приезжают, я из Казани просто, там по 8-5 часов приезжают скорую. Так что нужно все закрыть, мне кажется, чтобы такого не было. Мне кажется, надо просто немножечко все это пережидать, чтобы прошла вот эта самая пикопедия, наверное, а потом будет, наверное, все нормально, все опять засвоясь и все вернется. Ограничат работу кафе и ресторанов. Закрывать дверь им придется с 11 вечера и до 6 утра. За исключением тех, что расположены на автовокзалах и в аэропортах. Бани, магазины ночью тоже работать не будут. Запрет не действует только на аптеки и АЗС. Снизили возраст обязательной самоизоляции до 60 лет. Ранее сообщали, что требование распространялось на всех, кто старше 65. Правильно. Обязательно надо самоизоляцию. А вы в маске? Всегда в маске ходите? Всегда. А почему? А не хочу, хочу жить. Дома сидеть тоже скучно. Как бы охота свелиться, где-то появляться, работать. К сожалению, сам не успел вакцинироваться. Все, собираюсь. Ну вот, надеюсь, в эти дни получится. График работы общественного транспорта на период нерабочих дней не изменится. Режим нерабочих дней не коснется предприятий непрерывного цикла и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Татарстана. Они продолжат работать и после 30 октября. Семен Игоров, Леонард Медвалеева. Новости Юго-Востока.